Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку о пастухе, который упустил свое счастье. Правда это или нет, а сказывают, что был когда-то в море остров, весь покрытый горами. В скалистые вершины упирались в небо, а у подножий жили люди. Одни ели из дорогой посуды и спали на мягких перинах, другие ютились в жалких лачугах и были бедны. Вот и пастух прозябал с матерью в убогой хижине, завтракал краюхой хлеба, а спать ложился на пустой желудок. Но он не унывал, каждый день выгонял стадо кос и овец на пастбище. Там животные ели сочную траву, а юноша ложился в тенечки, играл на свирели и мечтал, как станет однажды богатым и знатным. В те времена в горах обитали сказочные красавицы-волшебницы. И одной из них настолько приглянулся пастух, что стала она частенько приходить послушать его музыку. Сядет неподалеку, прикроет глаза и внимает чарующему голосу свирели. Однажды заметил ее юноша, да так и застыл на месте. До того прекрасна была девушка, что все слова забыл музыкант, только смотрел на нее и улыбался. А красавица в ответ улыбалась ему. Глаза словно звезды в ночи, а кожа будто соткана из лунного света. Наконец юноша очнулся. Откуда ты взялась? Я волшебница, дочь горного царя, и нельзя мне перед людьми появляться. Обещаю, никому не скажу, что видел тебя. Только приходи еще, попросил пастух. И стали юноша и горная царевна встречаться каждый день. Пастух играл на свирели, а девушка слушала так внимательно, словно в этой музыке была вся ее жизнь. Потом выносила из пещеры скатерть и всякие диковинные явства и угощала музыканта. Прежде он и не пробовал таких блюд. Но однажды не пришла поутру красавица, не явилась и в полдень. Долго звал ее пастух, да только горное эхо было ему ответом. Наконец, отчаявшись, он стал юноша собираться домой. И тут перед ним, словно из воздуха, возникла возлюбленная. Кинулся юноша к ней. «Где ты была? Я скучал по тебе». «Скучал? А разве не ждет тебя в деревне невеста?» Усмехнулась царевна. «Стороной обходят меня деревенские девушки. Не богат я, не знатен. Твой талант дороже золота и серебра», – прошептала красавица. «И за это прими от меня подарок». Девушка сняла с руки перстень с большим зеленым камнем и протянула пастуху. «Где бы ты ни был, если случится беда, вспомни обо мне, и сразу все устроится». Надел пастух перстень на палец. Этот час его холщовые штаны и рубаха стали шелковыми, а на ногах вместо стоптанных дырявых башмаков оказались сапоги из тонкой кожи. Не успел юноша опомниться. Смотрит, перед ним карета золотая стоит. Кони копытами бьют. «Садись в карету», – приглашает горная царевна. «Поедем смотреть мой дворец. Захочешь – оставайся со мной навеки. Вот только жить придется вдали от людей. Любимая, где бы ни быть, лишь бы с тобой, но не могу я сразу отправиться в твой дворец. Позволь попрощаться с матушкой. Один я у нее на свете, а после мы навсегда будем вместе». «Хорошо», – отвечает красавица. «Езжай к матушке, да отвези ей от меня мешок золота, чтобы ела она с этих пор всегда досыта и спала на пуховой постели. «И поспеши, ждать тебя буду ровно три дня. Не вернешься, стало быть, не судьба. Только не забывай меня». И волшебница исчезла, будто не было ее вовсе. «Нет такой силы, которая заставит меня забыть о тебе», – крикнул влюбленный музыкант, затем сел в золотую карету и понеслись кони. Не касаясь земли, лишь перед самой деревней опустились небесные скакуны на дорожку. В ту самую пору объезжала свои владения вдовая знатная дама со свитой. Муж ее умер, и год она не покидала дворец и ни с кем не общалась. Вот, наконец, решила она отправиться на охоту и повстречала музыканта-пастуха. Но теперь он был в дорогих одеждах и выглядел, как знатный господин. «Кто это? Узнайте немедленно», – велела дама слугам. «Пригласите его ехать с нами». Подошел пастух к красавице, поклонился до земли. «Большая честь для меня – сопровождать вас. Но возможно ли это? Ведь я простой пастух из ближней деревни». «Пастух?» – рассмеялась вдова, весь в шелках до золоте, и эхо разнесло ее смех по округе. А следом за ней захохотали придворные. «Ладно, будь по-твоему, пастух», – наконец проговорила дама. «Не стану спрашивать твое имя и допытываться, откуда ты родом. Давай поохотимся вместе, а к вечеру поедем в мой замок и устроим пир». «Ваше желание – закон, милостивая госпожа. Я сделаю все, что вы захотите». И пастух вновь поклонился и закрутился круговорот жизни. То ли сон, то ли явь – не понять. Днем музыкант с дамой охотились, потом обедали из золотой посуды. К вечеру поехали в замок и устроили пышный пир. Веселились всю ночь. Пастух отплясывал так, что, казалось, всю жизнь только этим и занимался. А когда он достал свою свирель и заиграл, глаза дамы наполнились слезами умиления. На следующий день юноша хотел отправиться к матери, но хозяйка замка кинулась к нему. «Оставайся со мной, я стану тебе верной женой». И тут пастух на мгновение забыл о возлюбленной. Подумал он, сколько благ могла ему предложить знатная дама. И богатство, и почет, и уважение, и славу. «Нет больше чести, чем взять вас в жены, моя королева», — произнес он. Но, как только прозвучали эти слова, волшебство горной царевны исчезло. Пестень упал с пальца пастуха и разбился в дребезги. Карета с лошадьми, которая стояла у ворот дворца, растаяла. От нее осталось лишь белое облачко, а сам бедняк-музыкант оказался перед знатной дамой в своем старом одеянии, на ногах стоптанные башмаки, штаны и рубаха в заплатах. «Кто впустил сюда грязного оборванца?» — в гневе закричала хозяйка дурным голосом. «Вышвырните его за ворота». Слуги тут же кинулись исполнять приказ. А пастух бросился на колени перед новой возлюбленной. «Взгляните на меня, госпожа! Разве вы меня не узнаете?» Он выхватил из кармана свирель и заиграл. «Увы, уши вдовы могли воспринимать прекрасное лишь тогда, когда прекрасным было и то, что видели глаза. Не желаю ни видеть, ни слышать этого проходимца. Колдовством и обманом он проник сюда. «Эй, стража, хорошенько проучите его!» Дама вырвала из рук музыканта свирель, разломала ее пополам и кинула к ногам юноши, а затем удалилась в свои покои. Еле-еле избежал пастух жестокой расправы. Чуть живой добрался до луга, где оставил стадо. Только не нашел там даже самой плохонькой овечки. Долго ходил он по горам, да и сгинул где-то. А вместе с тем кончилась и сказка о пастухе, который упустил свое счастье. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии. Жми на колокольчик и заглядывай в описание под видео. До встречи в новых видео!